В связи с выполнением распоряжения президента Азербайджана о мерах по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и его поселках от 5 мая 2020 года, 8 мая 2021 года, 27 апреля 2022 года, здание школы было капитально отремонтировано, старый корпус был снесен и на его месте построен новый. Школа, в которой одновременно могут учиться 2304 ученика, оснащена всем необходимым инвентарем. Современное школьное здание, которое откроет двери учащимся в новом учебном году, состоит из 82 классных комнат. В четырехэтажном корпусе есть классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки, рисование, музыки, медпункт, учительская, лаборатория, библиотека, столовая, спортивный, аэробный и актовый залы. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, наглядными пособиями. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, наглядными пособиями. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, наглядными пособиями. Президент Ольга Малиев ознакомился и с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен на Семинском районе столицы. Семинский район. Эта действующая с 1931 года школа полностью реконструирована. Старый корпус учебного заведения, построенного в 1931-1935 годах, был снесен и отстроен заново. В новом здании школ на 888 ученических мест созданы 24 классные комнаты, кабинеты информатики, труда, военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, медпункт, лаборатории по физике, химии и биологии, библиотека, столовая и актовый зал. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5454 квадратных метра. Президент Ольга Малиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах начальной военной подготовки, биологии, информатики, рисования, труда, физики, эко-классе и столовой. Фонд Гейдар-Олива, имеющий неоценимые заслуги в развитии образования в стране, оказывает постоянную поддержку этой стратегии, реализуемой с 2005 года программой, обновляющемуся Азербайджану новую школу.